привет друзья ну теперь я превратился вообще в пункт антистрессовой скорой помощи ну потому что постоянно ко мне звонят вот у меня есть даже уже приятельница который год мне звонит но мы с ней в таком уже дружеском контакте что я уже когда просыпаюсь и пишу sky пишут скайпе мне опять умираю что мне делать голова болит страхи такие паника я буду жить или не буду жить ну скажите мне я доживу до завтра или до вечера я говорю слушай ну у тебя была головная боль а теперь у меня у меня теперь головная боль я просыпаюсь сажусь за компьютер жду комплименты жду какие-то похвальни такие всякие отзывы которых много получаю а и тут и тут и тут и и прямо по голове я говорю вот у тебя головная боль да вот и мне год уже это говоришь вот и год уже пишешь пока эти не выругу и потом ты дня в хорошо себя чувствуешь правильно правильно говорит игру так ты хочешь чтобы я на тебя орал все время хорошо за этот год я научился превращать после того как я взорвусь но это в шутку я говорю я пошутил да я понимаю уже вас я уже знаю вас что вы так шутите наверное вы специально на меня поругались чтобы лучше себя чувствовал и правда на самом деле я как поговорю с вами мне потом так легче становится и потом опять на следующий день пишет а я потом пишу я не могу же я заняты а я сейчас должен там какие-то дела делать слушай у тебя головная боль прочитай всю эту ленту что ты мне пишешь целый год что ты собираешься умереть зачем мне читать я говорю ты прочитаешь что ты мне каждый день пишешь а я каждый день вот так включаюсь и начинаю реагировать и я же сочувствующий человек нормальный человек переживающий человек у тебя головная боль теперь у меня головная боль это ты ну вы извините туда короче говоря этот ролик специально записываю для таких людей которым оказывается может быть и не с кем поговорить и которые оказывается может быть находится в такой сложной ситуации когда вот это неопределенность постоянная но допустим чек болен или допустим постоянно сыпется информации что завтра наступит конец света или там какой-то переход происходит через обнуление во вселенной и что мы никогда не это можем и не заметить и точную дату не говорят потому что кто скажет точную дату тут просто вводят у дезаблуждения и шла библии всякие истории точных дат нету и что это так потому что ну и так далее что какой-то инсайдер прислал какую-то информацию но будьте бдительны люди что наступит такой момент три каких-то темных дня и ну короче на моем веку это было уже несколько раз я вам хочу сказать что каждый раз когда происходит передел общественных отношений а передел происходит когда появляется точка неопределенности а точка неопределенности появляется когда сменяется но за счет научно технического прогресса сменяется образ жизни людей уклад жизни людей ну например когда кованка заменила паровоз все отношения людей сменились паровоз теперь а когда он появился это новая неопределенность была ой как боялись этого паровоза и прямо кони скакали с этими самыми фаэтонами и даже опрокинулся какой-то фаэтон и в газетах писали что эти паровозы это вредная вещь и что нельзя допускать ну короче это всегда происходит такое и там истерики появляются это психопаты появляются и негодяи появляются которые это неопределенностью пользуются потом появилась самолет сменил паровоз тоже менялся уклад жизни людей на всей планете но естественно а потом было было бомба атомная взорвалась тоже менялась весь уклад жизни да потом ядерная бомба а потом значит сейчас века кибернетики потом века сейчас компьютеров естественно цифровизация компьютер же на цифре будет и вот когда сейчас опять попереходит в новую реальность так сказать в эпоху цифровизации в эпоху виртуальной реальности в эпоху таких мощных коммуникаций когда мы можем без паровоза без самолета одной кнопкой буквально добраться до своего друга которого не видели сто лет и он живет на другом конце планеты тоже меняется уклад жизни это же появляется . неопределенности это же многие какие-то более такие пользуются этой ситуации неопределенности многозадачности вот это ожидание какого-то неприятного всего этого пользуются вот этой неопределенности и начинает рулить вот этим процессом да но цифровизация нам как стакан как говорил ленин может стаканом воды выпить а можем по голове дать это палка двух концах кто как этим воспользуется сама по себе цифровизация прекрасная вещь это новые коммуникации новые связи это какая-то прозрачность мы все будем понимать кто чем занимается в хорошем смысле слова но можно это использовать и для контроля и для управления людьми и до порабощения конечно и так можно и так можно но вот в этой точке бифуркации точки неопределенности и многозадачности точки неизвестности с угрозами неприятного исхода ситуации когда она долго длится как любой хронический стресс как любое напряжение долгое она приводит к истощению и очень многие люди вот в этом состоянии когда находятся они срываются они не выдерживают особенно это нездоровые люди которые не в балансе поэтому я все время рекомендую время от времени хотя бы пять минут день побыть самим собой сделать волну например подобрать себе приятное действие повторяемое и переживать на этом фоне о чем переживается вот так сиди себе качаешься по приятной зоне по зеленой зоне по комфортной максимальная комфортность когда мы были маленькие мы делали то что мы хотели потом когда мы стали старше мы уже начали думать что можно что нельзя а вот надо когда вам плохо восстановить силы чтобы быть сильными и крепкими в жизни чтобы восстанавливаться надо побывать в детстве побывать в раю надо как взрослые мужики например когда они болеют они тоже становятся как дети капризны потому что может так работает снижаете энергозатратность вы выходите на самую себя поищите поищите когда вам приятнее всего как приятнее всего извините алё алё да давай через 10 минут я занят да вот вот пожалуйста вот видите многозадачник постоянно валится сыпется и все друзья все друзья миллион друзей и всем что то надо да вот вы послушайте находите самое комфортное действие как ребеночек хочется плакать поплачьте хочется покричать покричите хочется порать парите закройте дверь чтобы никто не слышал а то подумать что вы чокнуты и пять минут день побудьте ребенком поиграть эту игру ну что вам нравится в жизни что вы хотели делать когда были счастливы ну например хотели там или там семечки сидели лузгали или там значит на лодке плавали ну поделайте те самые движения которые вам тогда приносили удовольствие которые рефлекторно связаны с вашим состоянием она же все на обратных связях и поэтому если вы пять минут день будете делать то что вы делали в моменты когда вы были счастливы у вас воспроизводится то состояние это да это так но самое простое это просто покачивание и соединить переживания с автоколебаниями и вы заметите через две-три минуты у вас наступает успокоение тишина в душе такой покой и на шкале стресса если было 10 то наступает ноль да это безмятежность от суеты и страха дискомфорта безмятежности к покою такому состоянию равновесия если вы несколько дней так делаете по пять минут в удобное время то вы заметите силы у вас накапливаются и вы начинаете меньше уставать меньше раздражаться да и не дергаться по каждому следующему моменту да друзья ну мне вот видите я обещал я в следующем ролике вам покажу все-таки еще раз как правильно делается волна как делается одноминутное ключевое дыхание как замеряется до и после исходное напряжение чтобы не просто чувствовали как вам лучше становится но и как бы могли визуально наблюдать как вам становится лучше вот посмотрите я какой бодренький да такой классный такой бодрый такой а вот меня уже затюкали многозадачник такой я вот с вами разговариваю а тут звуки и мне надо тоже сообразить что сказать чтобы не обидеть человека я иногда взрываюсь конечно взрываюсь но я юмористы я потом говорю я пошутил да вы говорит знаем развитие какую хитрость приду но не хитрость это мудрость ну потому что когда много на тебя валится когда ты должен разговаривать со всем миром то уже приходишь каким-то таким маленьким таким изобретением как обидеть не обидя как извиниться как извиниться вовремя чтобы потом не переживать и чтоб человек обижение не ходил друзья если я вас чем-то обидел сейчас пожалуйста меня извините видите я не стесняюсь извиниться а если люди которые стесняются они думают если они извиняться они лицо потеряют какая глупость давайте будем людьми давайте будем человеками посмотрите мне в глаза внимательно так теперь сядьте ровно так плечи опустите и не поднимая плеча поверните голову направо и смотрите до конца так на ту стенку потом поверните налево и сами себе скажите на пальчик больше поворачивайте на 2 на 3 в какую сторону если где-то здесь зажим значит не удивляйтесь если вы плохо спите раздражаетесь если у вас хандра на этом фоне общего напряжения истощение неопределенности которые происходят мире сегодня вот это напряжение тоже возникшие она конечно влияет на все это и поэтому когда мы будем проводить ликбез выходите в зум задавайте вопросы это же все бесплатно я даю вам там ответы как измерить свою шею и как без всяких напряжений без всяких этих дурацких вытягиваний без всяких этих растяжек дурацких а спокойно с помощью волны выйти на состояние когда организм сам восстанавливается сам омолаживается сам лечится и потом вы можете думать легко и свободно и решать вопросы которые буквально вчера касали оказались нерешаемыми то друзья я вам все это наболтал для вашего развлечения но в каждой шутке есть доля правда как вы знаете до встречи